Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Цена большая, а количество ценностей ограничено. С нетерпением будут ждать выборов в городскую думу. Говорят, что в следующем созыве депутатов станет больше. Это радует. Представляете, как они все будут бороться за возможность порадовать нас с вами? За возможность улучшить нашу жизнь? За выделение из бюджета денег на душистое мыло для городских улиц? За правильную борьбу с безобразными граффити в центре города? Бороться с последними можно только одним способом. Закрашивать, закрашивать, закрашивать. А где брать деньги на краску? Разумеется, надо закладывать в бюджет. Главное, чтобы закрашивали быстро. Или специальным постановлением городской думы. Обязать родителей детей, которые рисуют всякое безобразие на стенах новых или свежеотремонтированных домов. Между прочим, баллончик стоит недешево. Значит, на баллончик с краской у них деньги есть. Так вот, пусть родители закрашивают, раз не сумели объяснить, что на домах рисовать нельзя. Пусть рисуют у себя в квартирах. Скажете, не педагогично? Или, может быть, скажете, где здесь политика? Тогда предлагайте сами какое-то решение. Я считаю, что самый короткий путь прямой. У женщины инстинкт желания красоты сильнее. К тому же граффити нашему городу абсолютно не идут. Если вы не любите воспитывать, тогда сделайте так, чтобы вас хотя бы боялись. Вернее, не вас, а нарушение тех решений, которые вы гипотетически можете принять хоть завтра. Если политика – это умение договариваться, я предлагаю вам для начала поговорить с женами и задать им вопрос, как решить проблему красоты города. Уверяю вас, вы услышите столько вариантов и пожеланий жестких решений, что то, что я вам предлагаю – самый мягкий вариант. С вами была я, Ольга Филипповская, и программа «Удра». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова